отходи, отходи еще, не гляди. что такое? стой, за тобой 5 винтовок. 2 из них страйкбольные. окей, вот. давай контакт. за 5 секунд отгадай. 5 секунд? да. во сколь? за 5 секунд отгадай, какие из них страйкбольные. костись и скажи, это и это. нечестно, 5 секунд маловато будет. ну ставки то высоки. если. ты отгадаешь. правильно, за 5 секунд. я продам все мои пушки. лады? давай, еще чуть назад, чтобы прямо вблизи глядеть. окей, считаю рукой, так. 5, 4, 3, окей. вообще вот так буду. как будет 5, все. ты же в курсе, что по закону на них оранжевый маркер должен быть. не, все не так. они по закону продаются с оранжевым маркером. ну ты не великость, а. тамары кусаются. это муха. ты воняешь. а на меня мух не летит. лад, готово? 5 секунд. и пошла. 1, 2, 3, 4, 5. это и это. о, с глушителем, неправильно. пушки спасены. это тоже настоящее. тюби настоящее выбрала. это страйкбольная и это тоже. я бы разобралась бы если бы время. у тебя был шанс решить все твои проблемы за раз. и ты его потеряла. привет с разрушительного ранчо, рад вас видеть. дальше мэтт рассказывает, что этот ролик отличается от стандартных роликов с ранчо. потому что в общем это реклама страйкбольных приводов Demolition Range. и поэтому же я переведу только самые интересные на мой взгляд моменты. кому интересен полный ролик, в описании, ссылка на оригинал. вот еще одна, она... зацените, ща покажу. серийник 00001. самая первая арка от разрушительного ранчо, и она моя. стоит наверное как первая. ну наверное в районе от 600 тысяч до 600 миллионов долларов. примерно где-то так. за столько я бы ее продал. если интересно, пишите. проблема с нашими классными арками в том, что нам приходилось использовать действительно хорошие, а значит дорогие запчасти. и цена арки с ранчо была высока. стоили они под три тысячи. где-то 2700 кажется. и викерсофт. они помогли превратить эти настоящие пушки. в страйкбольные приводы. и сами посмотрите, лежат они на столе и фиг их разберешь. просто невозможно определить где тут страйкбольная и где настоящая пушка. подойдешь к столу и запутаешься. офигенско, что они и скелетировали их. ну вот. поглядите. все тут вырезано. на аппарах вот тоже отверстия. крутотень. наверху у аппаров отверстия вот. и тут тоже. все. как в настоящих. пушках. это настоящая или страйкбольная? а, не знаю. полицел не пашет. батарейки надо ставить, так что бью наугад. техасе уже неделю льет, поэтому берем ту тачку, которая не застрянет. это тоже прошла бы, но промок бы я капитально. заляпался бы весь. лады. посмотрим чего может хамви. грязновато. как по маслу. так легко идет, вообще без проблем. арки в целом мои любимые пушки. будь то для соревнований или если просто по стрелушке устроить. если вдруг придет большой полярный лис, я бы схватился за аэр 15. и аэрка разрушительного ранчо сделана, чтобы быть лучшей во всем. легкая, маневренная. выглядит офигенно, спуск шикарный. тут оптика шестикратная. она есть все, что мне надо от аэрки. шикарная. нет ничего лучше, чем выпустить... весь магас из эр 15. обожаю. а с другой стороны страйкбольные приводы. с них стрелять можно прям в центре города. потому что стрельбища везде есть, закрытые часто есть прям в центре огромных городов. да хоть в огороде стрелять можно. и... не знаю, известно ли вам, но та аэрка полуавтоматическая. это тоже. но... можно взять и переключиться на... полное авто. и зажимать так можно где угодно. в центре города на стрельбище, в огороде, в гараже, в спальне тещи. ну может не там? а в других местах да. наша стоит 425 долларов. этот привод. но есть две модели. и вот разница. это и это. за 425 долларов и за 799 долларов. скачок офигенный, единственная разница между этими пушками в покрытии. тут матовое покрытие. и на этой тоже матовое, но чуть менее бликующее. разница в том, что тут покрытие нанесено аквапечатью. водная пленка, по-разному его называют. а тут цирокотовое покрытие. вот цирокот, это покрытие чуть лучше на износ, чем аквапечать. и на нем чуточку меньше глянца. пушка эта поставляется без аккума, без зарядки и без прицела. единственное, что в комплекте, это магаз. серия ограничена, бесконечно много их не будет. так что если хотите, заказывайте сейчас. план такой, посмотреть как быстро шары для страйкболла вернутся на землю, пальну ими прямо вверх. как видите, пушка набита. и я типа.. посмотрю что будет. через сколько они застучат по черепице. они везде.. мэр будет ныть.. че это за пульки тут везде.. весь двор засыпан, подъезд тоже.. да все ваще.. а я буду говорить, да фиг его знает. это прям.. странно. может это паучьи яйца? может нас пауки осаждают? это.. я не при делах. спасибо за просмотр! люблю вас! и до.. встречи! контакт хорошая идея! может квадрогав? может квадрогав? стой ровней! бобби? я несь доктор! ишь!